Бабочка-огневка не успокаивается, продолжает ей самшит. И это уже ее четвертая генерация. Здесь, на Черноморском побережье, куда она попала из Италии, вместе с посадочным материалом самшита вечнозеленого, условия благоприятные, к тому же сейчас теплый октябрь. Были поражены деревья не только в самшитовой роще, но и по всему городу. Где-то агрономы успели все же вовремя среагировать, тем самым спасти реликтовые деревья. В санатории «Золотой колос» еще в прошлом году заметили опасного вредителя. С самшитовой огневкой начали бороться сразу же, обработав растения 3-4 раза. В этом году вновь пригласили специалистов Россельхозцентра. Чтобы победить восточно-азиатский вид бабочки-огневки, необходимо бороться всем вместе и желательно в одно и то же время. Это касается и санаториев, и сочинских парков и частных зеленых зон. Специалисты используют биосредства, демелин и химический препарат Актара. На сайте Института цветоводства и субтропических культур можно найти подробную информацию о том, как бороться с иностранными вредителями. Можно обратиться к специалистам, чтобы они сами провели обработку растений. Поскольку генерации растянуты, мы видим несколько стадий развития насекомых. Мы видим сейчас и бабочек, и яйца, и гусениц младших возрастов. Важно провести обработки до того момента, как гусеница уйдет в диапаузу. То есть диапауза – это состояние глубокого физиологического покоя и уйдет на зимовку. Когда ей уже в принципе не страшны никакие препараты наши. Бабочку-огневку называют активным вредителем. Ее уже заметили на границе с Абхазией. Скорость поедания самшита, говорят специалисты, феноменальная. И чтобы предотвратить генерацию 2015 года, нужно в обязательном порядке провести химическую обработку следующей весной. Если же этого не сделать, весь самшит погибнет, а вредитель будет искать новую среду. Если вдруг не будет кормовой базы, то, по сути дела, мы и не знаем даже, на какое растение она перейдет дальше. И что станет ее кормовой базой в дальнейшем. Поэтому это, так сказать, вдвойне опасно. И не только вдвойне, а вообще как бы опасно для зеленых насаждений курорта. Вот это вот самшитовая огневка, бич нашего курорта в этом году. Но кроме самшитовой огневки, биологи обнаружили на пальмах в Адлерском районе красного пальмового долгоносика. И если не начать борьбу с жуком, используя опрыскивание химикатами, то в следующем году может повториться эпидемия уже с этой субтропической растительностью.